Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Смотрите выпуски. Смертельно опасный снег. В городах края есть погибшие и пострадавшие от схода с крыш больших масс. На пике эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен более чем на 70%. Счастье любит тишину. Согласны ли с этим барнаульская актерская семья? Снег на крышах домов стал смертельно опасным из-за резких перепадов температуры и многочисленных осадков. Так, в Камне-Наби мужчина погиб под огромной кучей снега, который упал на него с крыши бани. Следователи проводят проверку. В Рубцовске снег с крыши торгового павильона сошел на женщину 68 лет. Потерпевшая чудом осталась жива. А делаясь ушибом ноги и давлением, в Барнауле таких прецедентов пока не было, но жители волнуются. Крыши их многоэтажек укрыты высоким и теперь уже плотным слоем снега, вес которого может привести к серьезным последствиям. И хотя управляющие компании начали работу по очистке крыш, расписание этого процесса ранее опубликовала мэрия, подвох в том, что на некоторые адреса, судя по списку, рабочие придут к концу февраля. Так что советуем быть осторожными и смотреть вверх, когда идете вдоль домов. Пик заболеваемости ОРВИ отмечен в Алтайском крае. Зарегистрировано уже 27 тысяч заболевших. Это на 72% выше эпидпорога. Большая часть – дети до 14 лет. Отметим это данные на конец прошлой недели. Не исключено, что на сегодняшний день в связи с потеплением количество больных еще выросло. Напомним, в конце января в связи со вспышкой ОРВИ в регионе ввели карантин. Закрыто 54 школы и 39 детских садика. Еще в 62 школах и 20 садиках на карантине часть классов и групп. Продолжим. Рубцовские школьники обустраивают сквер победы за свой счет. Ученики гимназии номер 11 смогли организовать действительно народный сбор на обелиск в честь воинов, погибших в Великой Отечественной. Сколько денег планируют собрать и где будет расположен памятник – в сюжете Дарьи Эйдемилер. Высокие сугробы почти без людей. Но это пока. Весной сюда придет победа. На этот раз ее несут школьники. Они планируют установить здесь обелиск. Он будет расположен в центре сквера победы. И как можно увидеть, то он будет расположен примерно здесь. Потому что здесь как раз все окружено лавочками. Ставят как раз флагштоки и, как видите, есть освещение. Он называется сквером победы, но чего-то как такового, относящегося к этой сквере победе, в нем нет. Кроме рощи березовую, которая была высушена как ветеранами Великой Отечественной, так и ветеранами труда, работавшими в тылу. Соответственно, мы решили начать благотворительную акцию по сбору средств на установку там памятника, чтобы название оправдывало место. Рубцовск отправил на Великую Отечественную 18 тысяч солдат. 3,5 тысячи не вернулись. Оставшиеся в тылу женщины и дети приближали победу трудом. Здесь в войну работал тракторный завод Одесский завод имени Октябрьской революции и производили электрооборудование для фронта. Спустя 75 лет в городе ремонтируют сквер победы. Здесь уже есть детская площадка, скейт-парк, лавочки, нужен и обелиск. Рассудили дети и объявили сбор. Беспроигрышная лотерея, она пойдет вот сюда, и она будет, ну, наверное, вместе с акцией. Помощь собирают через интернет и офлайн. Ученики организуют концерты, акции и лотереи. Тот обелиск, который будет установлен, он очень замечательной формы такой. Хорошие слова будут, журавли летящие в небо. И для ребят это очень значимо. Эту акцию поддержал весь город, то есть памятник не только там от школы, это общенародный, наш, рубцовский будет, я думаю. И это здорово. В мэрии разработали макет обелиска. Школьники уже заручились поддержкой местных предпринимателей. В копилке проекта пока 200 тысяч рублей, а нужно полтора миллиона. Эта победа должна стать действительно общей. Когда мы разрабатывали этот проект, мы рассчитывали, что к 9 мая он уже будет точно готов. И именно 9 мая здесь будет проведено открытие этого памятника и, естественно, проведение самого этого праздника 9 мая. Также мы хотели бы, чтобы в будущем это место было сосредоточением проведения праздника 9 мая и других патриотических праздников именно в сквере Победы, именно в этом месте. Дарья Демиллер, Николай Шелко. День с толком. Отошел от наркоза и уже в безопасности. Алтайского хатика забрали с Каменской трассы в Барнаульский приют. Животное с начала февраля дежурило на дороге, вероятно, надеясь, что за ним вернется хозяин. Что ты на меня рычишь? Ну не рычи, ну мальчик мой. В приюте пес находится уже несколько дней, пока плохо идет на контакт. Как рассказывают волонтеры, операция по спасению пса проходила сложно и долго. Животное было напугано и проявляло агрессию. Лишь спустя полтора часа волонтеры смогли поставить собаке наркоз и отвезти в приют. Как только пес адаптируется и привыкнет к людям, его отвезут в ветеринарную клинику на осмотр. Говорят, счастье любит тишину, но в их доме тихо не бывает. Накануне Дня влюбленных всю ближайшую неделю мы будем рассказывать вам об интересных парах Барнаула. И начнем с семьи артистов Арсена Митичишвили и Александры Карповой. Они всегда на виду, им аплодируют публика, а дома их ждут трое детей. И на все это хватает и энергии, и времени. У вас тихо бывает? Нет. Два артиста, три ребенка тишину слушают во сне. Арсен Митичишвили – организатор городских мероприятий, певец. Александра Карпова – актриса Мостеатра. Музыка их связала. Вместе уже пять лет. Говорят, любовь с первого взгляда Арсена. Он влюбился в фото Александры. Она ему напомнила любовь к Казарновску. А сейчас ценит и красоту супруги, и ее качество. Порядочность, ее честность, и ее отношение вообще, в принципе, ко всему, к этому миру. Она, я не знаю, безумно добрая и честная. За что я его люблю, это бесконечный, знаете, ящик Пандоры какой-то, не знаю, сундук сокровищ. Каждый день какие-то новые идеи, новые мысли. То есть, конечно, в обыденной жизни ты в определенный момент от этого устаешь, но это бесконечно приятно, что человек не пассивен. Так активный супруг за пару месяцев организовал переезд в новую квартиру. Александра хоть и скромничает, и на сцене играет, и за семьей следит. Так что у детей двойная энергия. Лиза рисует и поет, Юра танцует и мечтает стать охотником. Гарик своих увлечений пока не нашел, но уже знает классику. Какую папа песню поет в Синее? Море-море. Море-море. О, море-море преданным скайлом. Синяя вечность, мы с ним и Магомаева. В репертуаре родителей и Дунаевский, Челентана, Кутуньо. Каждый месяц супруги проводят городские концерты, поют и вне Барнаула. Вся жизнь в движении. И даже так, признаются Александра, она боится что-то не успеть. Наступает там паника. Арсен, какая короткая у нас жизнь. Боже мой, мы не знаем, сколько нам это, у меня слезки на колесках, что делать. Как детей оставлять жить, а вдруг. Арсен уже с высоты какой-то такой уже философа умудренного. Мы для чего-то сюда пришли, что-то мы делаем уже. Это неизбежно. И он меня успокаивает. Успокаивает и любимое занятие. Александра нашла себя в детях, а для Арсена творчество – сама его работа. Но обсуждают все вместе. Вместе продумывают проекты и репетируют тоже вместе, в полную силу. Анастасия Дороган, Алексей Фрезин. День с толком. Напоминаем, что наш телеканал объявил розыгрыш ко Дню всех влюбленных. У вас есть вторая половинка. Или вы только решаетесь признаться кому-то в своих чувствах. А может, вы давно искали выход своим творческим амбициям. Сделайте это с помощью толка и выиграйте праздничный ужин в ресторане. Розыгрыш проводится на двух платформах – в Инстаграм и ВКонтакте. Победителей тоже будет двое. Кто наберет больше всего просмотров и лайков, получит пригласительные на двоих в индийский ресторан «Омшанти» или в ресторан «Дон Корлеоне». Подробности розыгрыша читайте на нашей странице в Инстаграм и ВКонтакте. Не скупитесь на чувства, признавайтесь в любви. К новостям спорта. Алтайский конькобежец Виктор Муштаков завоевал бронзу в спринте на 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Калгари. К слову, весь педестал на этой дистанции достался россиянам. Золото ушло Руслану Мурашову, серебро Павлу Кулижникову. Кстати, разница между ними составила доли секунды. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.